Всем привет! Меня зовут Мэйсон Вадим. Я работаю в компании МТех, которая, собственно, вышла из той самой компании Рутюб. И, собственно, пару слов про нашу компанию. То есть мы являемся видеоплатформой для федерального канала Матч ТВ. Мы обслуживаем НТВ плюс с точки зрения именно интернет-вещания. И вот те циферки, которые вы видите на слайде, это вот примерно та нагрузка, которую мы сейчас обслуживаем. То есть это 300 тысяч одновременных пользователей, это больше миллиона в сутки. И это примерно 300 терабайт, которые мы отдаем за час. Вот примерно такая история. Достаточно неплохой, в общем-то, показатель. Теперь давайте про микросервисы. То есть есть такое интересное слово – мейнстрим. Это когда все про что-то говорят, но у каждого какой-то свой вижен. Давайте попробуем про микросервисы свести это все как-то к одному. Ну, поднимите, пожалуйста, руки, кто вообще не знает, что такое микросервисы. Вот раз, два, три, четыре. Понятно. Давайте я тогда буквально в двух словах скажу, что в принципе микросервисы – это подход к разработке. То есть когда вы большую систему пилите на какие-то отдельные сервисы, и каждый сервис реализует свою конкретную задачу. Некий такой UnixWay, где каждая утилита отвечает за свою часть и делает ее хорошо. Но давайте начнем немножко про проблемы, потому что вдруг вы испугаетесь и дальше слушать не будете. Первые три проблемы, которые вы видите на слайде, во многом это прямое следствие именно того, что микросервисы – это много юнитов. Это много маленьких юнитов, которые вы должны будете обслуживать, поддерживать, развивать и так далее. То есть это много проектов в ГИТе, это много проектов в системе Continuous Integration. Мы используем TeamCity, и вот даже маленькую часть нашей системы мы в бесплатную версию TeamCity уже не можем всунуть. Это прямое следствие количества вот этих сервисов. То есть у вас усложняется инфраструктура, у вас усложняется обслуживание всей вот этой вот кухни, плюс усложняется работа с данными, с потоками данных. Давайте на вот достаточно таком реальном примере. Это кусочек нашей реальной системы, который занимается нарезкой видео из live-потока. То есть вот зеленым – это, собственно, микросервисы, и по масштабу это где-то 1,20-я наша система. То есть если так вот экстраполировать на систему целиком, то это где-то 340-350 микросервисов. Когда вот эту всю кухню мы разворачиваем в продакшене, то там какие-то сервисы в двух копиях для отказа устойчивости, какие-то там больше копиях для увеличения производительности. В итоге там реальная развертка всей этой кухни – это где-то там больше тысячи. Еще немножко про проблемы. То есть, во-первых, это вопрос оверхеда. То есть у вас появляется дополнительный сетевой оверхед. То есть если раньше это были межпроцессорные взаимодействия, вы все делали достаточно быстро и легко там на одной машине, то теперь у вас добавляется latency именно сетевого характера. То есть это дополнительные расходы на сериализацию, десериализацию данных, прогон из одного формата сервиса к другому сервису и так далее. То есть это вопросы дополнительной инфраструктуры. То есть там обнаружение сервисов – это та штука, которую в больших монолитных приложениях практически никто не делает. Она была, по сути, не нужна. То есть это вопросы, касаемые непосредственно разработки. Вы должны постоянно в памяти держать, что ваш сервис должен писаться определенным образом, ну иначе отгребете. Ну и, собственно, следующий важный момент – это инструментарий. То есть покажу такую картинку. А всем там вот видно? Нет? Да? Ну ладно, будем надеяться, что хотя бы количество квадратиков видно. То есть я немножко расскажу, почему вот в центре докер. Потому что если мы говорим о микросервисах, то какая-то вот система контернизации, она становится действительно важна. То есть это там не важно. Это докер, это РКТ, там еще что-то. То есть это джавус какая-то инфраструктура. Ну так или иначе. То есть вот мы используем докер. И это достаточно молодая технология. То есть да, ей уже несколько лет, но она активно развивается. У нее куча всего от того, что это делает сообщество просто, чтобы закрыть тот недостающий функционал, чтобы полностью эта система взлетела. То есть вам нужно понимать, что да, не все квадратики из этого вам потребуются, но достаточно приличная часть. То есть вам нужно будет это поддерживать, вам нужно будет это знать, понимать, уметь готовить и так далее. То есть это тоже те дополнительные расходы, которым нужно быть готовым. Ну и собственно тогда вопрос. Если так много проблем, то вообще а зачем это нужно? Для начала давайте скажу, что мы достаточно давно с этой темой уже возимся. И честно скажу, что то, что мы делаем, нам нравится. То есть это решает те задачи, которые мы ставили перед микросервисами. И мы планируем дальше идти по этому пути. Один из бонусов, который для нас достаточно актуален, это независимая разработка. То есть вы можете выделить часть вашей системы, сформировать отдельную команду именно из тех специалистов, которые отвечают именно за эту часть, которые понимают, как ее делать, готовить, настраивать и так далее. И эта команда будет отвечать именно за вот этот микросервис или скопище микросервисов. Это действительно распределенная разработка, это хорошо. Это отсутствие или снижение какой-то завязки на технологии. То есть если раньше на старте приложения вам было очень важно выбрать правильный язык, правильную базу данных, еще что-то, и впоследствии выходили какие-то новые альтернативы, вам уже сложно было на них переехать. С микросервисами все гораздо проще. То есть он достаточно небольшой. Вы каждый из сервисов можете построить на том решении, который для этого оптимален. То есть у вас есть сервис, который занимается обслуживанием связей пользователя. Пожалуйста, возьмите графовую базу. У вас есть сервис, который должен держать 200-300 тысяч открытых сокетов. Не вопрос, пишите на го. Вот эта вся кухня, она становится легко и понятной, актуальной. Упрощается тестирование. То есть если вы достаточно правильно пишете микросервисы, то вам не нужно каждый раз тестировать систему целиком. Вы прогоняете тесты вашего маленького юнита, это быстро, легко, это можно делать очень часто. Это легкость масштабирования. Просто потому, что либо у вас микросервис в принципе масштабируется, и тогда у вас все хорошо, либо вы не сможете даже две копии адекватно запустить, и тогда это в принципе некорректно написанный сервис. По инфраструктуре. С одной стороны у вас получается достаточно много юнитов. Это больше точек отказа, это больше накладных расходов. Казалось бы, это минус. Но хорошая новость в том, что это можно превратить в плюс. Просто за счет того, что вы можете построить систему таким образом, что падение какой-то вот ее маленькой части не повлияет на систему целиком в каких-то там ситуациях. То есть у вас там какая-то часть упала, вы клиенту все равно ответили. То есть да, там не будет какого-то счетчика, не будет там еще какой-то части, но в целом это даже может никто не заметит. Здесь как бы достаточно интересный вопрос. Это то, насколько микросервис должен быть маленький. То есть я встречал достаточно много критериев за последнее время. Кто-то предлагает считать по длительности разработки. Кто-то по объему кода, который вы пишете. Кто-то идет от той системы менеджмента разработки, на которой он там agile, там еще что-то. Не важно. То есть важно, что у нас есть такая-то команда, у нее такая-то производительность, значит сервис должны написать за столько-то спринтов. Проблема всех вот этих вот критериев в том, что они относительны. Они относительны того языка, на котором вы разрабатываете. Они относительно той методологии, которой вы пользуетесь при разработке и не дают какого-то линейного критерия. Поэтому я для себя вывел один простой критерий, который идет от сущности самих микросервисов. Потому что если вы нарушите независимость, то вы потеряете большую часть тех бонусов, о которых я говорил. И если эта независимость настолько важна, то становится также важным вопрос, как же эту независимость проверить, понять, что у вас действительно она есть. Здесь тоже зачастую выдвигаются какие-то сложные критерии. Там предлагается описать целиком бизнес-модель, выделить контексты, определить границы. Вот дико напрявшись, вы получаете, что вот у вас вот такой сервис. На мой взгляд, можно пойти более простым путем. То есть попробуйте взять вашу какую-то конкретную бизнес-задачу и описать простым предложением. Я не знаю, в нашей ситуации это сервис, который подготавливает скриншоты для отдачи в таймлайне. Сервис, который кэширует медиа-сегменты для внутренней обработки. То есть это достаточно удобно. Также важным критерием здесь может, именно вот такой подсказкой, служить то, сколько потребителей у вашего сервиса. То есть это деление в обратную сторону. То есть если у вас там сервис А, сервис Б, и каждый раз вот к сервису Б ходит только сервис А, и других потребителей нет, то это такой звоночек, что, возможно, вы слишком разделили ваш сервис, и стоит подумать объединить его обратно. То есть да, есть какие-то исключения. Что-то, может быть, вы поделили там на вырост, там на будущее, то вы видите какое-то дальнейшее развитие, но в целом критерий рабочий. И заключительный, очень важный критерий, это то, приводит ли деплой одного сервиса к некой такой циклической, какой-то такой вот некий цунами, когда вы один сервис запустили, пошли такие волны, вы все вокруг должны задеплойить. То есть либо вы нарушили границы сервиса, либо у вас просто технологическая ошибка, вы сделали завязку сервиса на какое-то ядро другого сервиса. Они стали у вас уже зависимы чисто техническим. Вот здесь вот достаточно такой коротенький перечень тех вещей, которым вот если вы будете следовать, то в принципе у вас должно быть все хорошо. То есть это не сложно, это достаточно понятно, и в общем-то это помогает. Теперь давайте попробуем перейти вот именно к тем вещам, которые вот вышли вот из нашего опыта, то есть там, где мы набили какие-то шишки. То есть давайте вот некую такую вводную, что вот именно для меня среда исполнения микросервисов. То есть это какое-то количество хост-машин, на них у нас установлен докер, и все это в целом это некий такой черный ящик. То есть если у вас как бы вот именно нормальная продакшн-система, то есть вы там не раскатываете папе там все эти микросервисы, хотя многие с этого начинают, и в общем-то для старта вполне себе вариант. Но как вот только вы чуть-чуть перерастете этот вариант, то есть у вас там появляется там кубернет, там марафон, еще что-то, какая-то система, которая начинает воспринимать это вот как некий вот кластер, в этом кластере вы вбрасываете ваш сервис, и даже не знаете, на какой конкретно машине он запустится, на каком порту он будет сбинжен. То есть для вас это вот такой же черный ящик, как вот там для всего остального. И отсюда начинаются вот как раз те проблемы, о которых мы сейчас поговорим, и я немножко расскажу, как мы это решали. То есть, во-первых, вопрос конфигурации. То есть здесь у вас получается много машин, много юнитов, неизвестно где запустится, важно вот как-то вот все это отконфигурировать. То есть что мы попробовали, по каким путям мы сходили. Во-первых, мы на этапе деплоя пытались раскладывать файлы конфигурации по всем вот хост-машинам этого кластера, там по определенной нотации, и потом уже вбрасывать, собственно, сервис на запуск. То есть в принципе рабочий нормальный вариант, неплохо себя показал, минуса по большому счету два. То есть если вы хотите поменять конфигурацию для одной какой-то конкретной ноды, ну, будет не очень просто. И второй момент, если у вас там количество машин растет, то и, соответственно, вам нужно будет на все большее и большее количество машин делать эту раскладку. Второй вариант – это пытаться закатывать это прямо в контейнер. В общем-то для какой-то части конфигурации это работает в целом не очень. То есть если у вас какой-то ключевой параметр вдруг поменяется, вам нужно будет не просто передеплоить всю эту систему, а вам нужно будет ее прям пересобрать с нуля все эти контейнеры, их положить в реестр, из реестра доставить на конечные машины. В общем, куча лишней работы. И, собственно, вот третий вариант, тоже достаточно интересный. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто знает, что такое 12-факторное приложение от Heroku? Кто вот манифест видел? Ну, в общем, не то, что много, поэтому давайте я немножко, вот буквально два слова. Есть такая компания Heroku, которая в какой-то момент вывела свой манифест 12-факторного приложения, в котором описала какие-то вот ключевые best practices, как делать именно cloud application. То есть достаточно интересная штука. Советую почитать тем, кто не знаком. Узнаете много полезного. И вот один из поинтов этого манифеста в том, что облачное приложение стоит конфигурить через переменное окружение. В общем, мы попробовали, не очень взлетело, потому что именно вот в этом черном ящике на этапе диплоя у нас нет еще информации о том, где у нас сопутствующий функционал. На этапе запуска у нас уже нет как бы возможности абстрагироваться от системы запуска. Поэтому в итоге мы пришли к следующей схеме. То есть, во-первых, мы используем консул, я про него чуть позже расскажу. У него есть консул-агент, который ставится на каждую хост-машину с докером. И вся работа с консулом идет через этого локального агента. У нас докер-демон всегда прибит на один айпишник. И в итоге, когда мы готовим именно образ нашего приложения с докером, мы выставляем две переменные. То есть мы выставляем в нем через переменное окружение айпишник, о котором мы договорились, на котором будет докер. Через него мы имеем доступ, собственно, к консул-агенту. И мы через эти же переменные сохраняем текущую версию вот этого аппликейшена. То есть ее нам считает TeamCity. Дальше мы запускаем это приложение. В нем вообще, по сути, нет конфигурации. Оно просто знает, я вот такое приложение, у меня такая-то версия. Она идет к консулу и вычитывает из него для себя конфигурацию. Получается достаточно легко поддерживаемая, удобная схема. И здесь как бы мы используем вот такую систему нотаций, некое подобие директории, где приоритет возрастает с верху вниз. И вот нижняя строчка, там, где у нас уже конкретная нода, она может переопределить вот ту глобальную конфигурацию, которая была вот в принципе для этого сервиса. Как мы это делаем? То есть мы на этапе deploy используем tools-to-console. Она, собственно, берет наш конфиг из репозитория нашего проекта и раскатывает его как раз в консул по вот той нотации, которую мы соблюдаем. Получается достаточно удобно. Хотя вот ребята рекомендуют, которые ее написали, держать конфигурацию в отдельных репозиториях, в отдельных бранчах. Мы этого не делаем. Тогда становится сложно поддерживать именно схождение версии микросервиса и именно его конфига. Но при этом мы не храним вот в этих конфигах какую-то секретную информацию. То есть там сертификаты, пароли к внешним сервисам, там соли, еще что-то. То есть это все мы выносим в вальд. Это отдельная туза. И в основном конфиге просто указываем путь, как из него это дело достать. Тем более, что эта информация, она достаточно редко меняется. В общем-то проблем никаких. Следующий достаточно специфичный для микросервисов вопрос – это мониторинг. То есть что такое классический мониторинг? Это в общем-то Zabbix, это Cacti. И по большому счету они из нашей инфраструктуры никуда не деваются. То есть они остаются, они отвечают за мониторинг хостов, свободного места на этих хостах, дополнительной инфраструктуры. То есть это все работает, работает хорошо. Но давайте посмотрим на специфику микросервисов. У нас здесь есть 5 микросервисов. Они иерархичны. В нижнем уровне у нас что-то упало. Мы получим 5 алертов. То есть у вас система, она просто должна как бы идти от микросервисов. Она должна понимать, что для микросервиса хорошо, что для микросервиса плохо. Вот на Zabbix это настроить достаточно сложно, тем более сделать это наглядно. Давайте немножко проиллюстрирую эту интересную ситуацию. То есть что это? То есть мы передеплоили примерно 2 трети нашей системы. Система переехала штатно, нулевой доунтайм. Все хорошо. У нас просто часть микросервисов отмерло в ходе переезда. Но при этом мы получили немножко алертов, что вот у нас тут все упало. Собственно, что из общих рекомендаций здесь можно предложить? Во-первых, помнить, что цикл разработки, цикл жизни у микросервиса, он в принципе очень короткий. То есть это частая система релизов. Это балансировщик нагрузки по кластеру у вас может там ноду перевести с одной машины на другую. Там одна остановится, другая запустится. То есть это все достаточно статная ситуация, это нормально. Поэтому если у вас там микросервис два дня прожил и помер на конкретной машине, это в общем-то не проблема, но это нужно учитывать. Как это учитывать? Строите дешборды, то есть собирайте метрики. Эти метрики сводите на дешборд и накладываете друг на друга. Это будет говорящим. Здесь нужно как бы так же понимать, что здесь уже не работает некая бинарная логика. Работает, не работает. Здесь есть как бы куча факторов, которые как раз вот говорят, что вот это плохо, но это работает, а вот это плохо, это вот плохо. То есть там простой пример с тем же редеплоем. То есть грубо говоря, мы берем там дешборду и накладываем там, например, CPU память на количество ошибок в логах. То есть вот такая сборная залянка. Но что она нам показывает? При рестарте там кучи микросервисов у нас, естественно, будет всплеск по CPU и по памяти. У вас одни сервисы замещают другие, там копии множатся, это нормально. Но при этом при штатном переезде в логах у вас не будет там дикого количества ошибок. Прошлая версия штатно завершилась, новая версия штатно запустилась. Все хорошо. Соответственно, вот там вы увидите, что да, всплеск был, ошибок не было. Скорее всего, это все хорошо. И, соответственно, также становится очень важным сводить на одной дешборде те значения, которые у вас идут с хост-машины и то, что вы видите внутри докер-демона. Собственно, как это делаем мы? То есть это вот наш тег. Мы используем для сборки метрик с хост-машины это diamond. Для сборки с контейнера это seedvisor. Потом мы все это дело собираем в influxDB и выводим это дело в графану. Логи. Мы из контейнеров все логи собираем в syslog, агрегируем, и потом уже агрегированный через logstash загоняем в elasticsearch. И опять же, за счет того, что графану умеет работать с elasticsearch, мы какие-то метрики по логам загоняем в графану, а общую работу с логами все-таки ведем в Kibane. Это оказалось чуть удобнее. Немножко про альтернативы. Если говорить как альтернативы seedvisor, то особых вариантов и нет. То есть там influxdata сейчас пилит свой телеграф, но это такая сырая штука, ее еще сильно рано использовать. По хранению альтернативы influxDB это может быть Prometheus. Он себя хорошо показал, быстрый, надежный, стабильный. Что здесь нужно учитывать? Если вы планируете реально большую нагрузку, то Prometheus не умеет горизонтально масштабироваться. То есть это одна нода, в которую вы шлете кучу метрик. Из хороших новостей вылезает туда немерено. InfluxDB горизонтально умеет масштабироваться, но за деньги. То есть с версии 0.12 они именно эту функциональность вынесли в интерпрайз решение и хотят за него какую-то денежку. В принципе, сборку метрик можно попытаться сделать в Elasticsearch. Он по нодам масштабируется, делает это легко, но он несколько менее производительный, чуть более прожорлив по ресурсам. То есть это нужно просто учитывать. Из таких вот еще общих рекомендаций здесь стоит сказать, что, во-первых, если вы собираете данные, то, естественно, их обрабатываете. Понимайте, что есть зависимость, какая ситуация вам действительно говорит о проблеме, а какая должна быть штатная. То есть работайте с моделями данных, работайте с пониманием, что вам эти данные приносят. Старайтесь эти данные собирать слепки состояний как можно чаще. То есть если вы собираете метрику раз в минуту, то, скорее всего, какие-то всплески разовые именно реальных проблем вы будете пропускать. Стремитесь там 10 секунд, 1 секунду. Там вот тот же Netflix в каком-то и докладах пытался рассказывать про миллисекундные метрики. Ну, правда, тяжеловато. То есть вот это та штука, которую нужно просто стараться к чему идти. Теперь вот несколько слов про тестирование. Именно про то тестирование, которое имеет специфичные проблемы для микросервисов. То есть я думаю, что в целом, как тестировать, уже примерно все представляют. То есть одна из проблем, это именно тестирование взаимодействия с другими сервисами. То есть у вас их становится много, а вы не можете и не должны тестировать каждый раз систему целиком. По двум простым причинам. То есть первая причина – то, что такие тесты будут непоказательны. То есть вы не будете знать, что у вас действительно развалилось. То ли это ваш новый выкачанный сервис не взлетел, а то ли где-то там по ходу дела что-то сломалось, и до вашего теста толком не дошли правильные данные. А второе – это просто сложность поддержки вот такой инфраструктуры. То есть на каждый микросервис вы еще должны будете миллион вокруг всего разворачивать. Собственно, как в этой ситуации поступать правильно. На именно внешней API каждого микросервиса заводите некий контракт. То есть пусть он там реализует какой-то API. В этом API уже делайте некий фриз и говорите, что вот все, вот это API, мы его должны поддерживать именно в таком виде. На это API вы пишете тесты, то есть как бы эмулируете тестами обращение внешнего клиента. То есть если у вас контракт полностью соблюден, тесты это подтвердили, то скорее всего у вас все хорошо. И вторая именно специфичная проблема для микросервисов – это именно вот проблема какой-то эпизодической доступности. То есть у вас сервис может быть доступен, то есть один микросервис к другому обращается, он у вас там вроде как доступен, вроде как отвечает, но он может отвечать медленно. Он может отвечать там эпизодически. То он там перегружен, то еще что-то. Или там вообще некорректно. Вы ожидаете JSON, а он вдруг с какого-то перепугу вам plaintext возвращает. Вот эту ситуацию именно тестами тестировать очень сложно. То есть в принципе она вот достаточно специфична. Но здесь есть хороший такой момент, что по крайней мере от этой ситуации вы можете защититься. То есть есть такой хороший паттерн, circuit breaker. То есть по-русски это, наверное, я не знаю, предохранитель, который как раз вам позволяет реализовать такую схему. То есть вы, обращаясь к стороннему сервису, смотрите, что если он вам ответил там как-то нехорошо, то вы его помечаете как нерабочий и идете к следующему такому же. То есть для этого у вас, естественно, должно быть больше одной ноды каждого сервиса. То есть вы там ко второму сходили, он вам ответил. Все, отлично. И здесь из хороших практик советую посмотреть на такую штуку, как Hitrix от компании Netflix. Она как раз вот все эти блокировки в том числе регистрирует в общей системе и показывает вам, что вот столько-то было от лупов, столько-то было обратных включений. И как бы общее состояние вот этих вот систем достаточно наглядно. Также вот обычно тестирование у нас первые два квадратика, и какого-то нагрузочного тестирования практически не бывает. И как раз вот эта вот наша ситуация эпизодической доступности, она вот условно может быть протестирована вот в этом голубом квадратики. То есть мы нагружаем наш сервис, мы запускаем где-то там немножко сбоку интеграционные тесты и по ним вот смотрим именно на нагруженном сервисе, как у нас ведет себя система. То есть что-то из этого можно попытаться выловить. Также вот для нас оказалось достаточно неплохой практикой. Мы собрали такой вот суперпроизводительный кластер и это 6 Raspberry. И вот на нем, как вот на кошках, тренируемся. То есть мы прям выдергиваем питание, выдергиваем сетевые интерфейсы, пытаемся ставить сверхмедленные карточки и вот во всей этой кухне гоняем какие-то подможенства нашей системы достаточно наглядно. Следующий такой вот достаточно специфичный вопрос это вопрос хранения. То есть это уже не напрямую микросервисы, это скорее вот инфраструктурно сопутствующие вещи. Что мы попробовали? То есть в общем-то стандартный для докера вариант это проброс файловой системы внутрь контейнера. Но мы помним, что у нас черный ящик, у нас куча машин. Вы на одной машине пробросили, на второй этих данных уже нет. То есть это такое половинничество решение, нужно пойти чуть дальше. То есть мы пробовали делать собирающие контейнеры. То есть вот на Monolith у нас прекрасно работало, когда мы на бэкэнде ставим проксирующий Nginx, он через upstream пробрасывается уже на фронты и он у себя как бы собирает некий такой кеширующий за несколько итераций всю статику. То есть это работало, на микросервисах это не взлетает. С версии, по-моему, 1.9 или 1.10 в докере появилась такая штука, как шея дата-волюм. То есть вы заранее создаете дата-волюм, его потом-то именуете, этот именованный волюм отачите к конкретному контейнеру или там нескольким, и вот этот контейнер потом везде таскаете. То есть в принципе достаточно рабочее решение, ему чуть-чуть не хватает мобильности. Вот эту самую мобильность добавили ребята из Cluster HQ через свое решение Flocker. То есть оно достаточно себя хорошо показало, но не в нашем случае. То есть если у вас действительно много данных, вы там сохранили на 20 гигабайт видеосегментов, то вот каждый раз таскать это VVS из него – это долго. Поэтому что взлетело у нас? То есть, во-первых, мы используем SEV, мы выделили отдельно Storage Cluster, мы подняли распределенную файловую систему, и часть машин из Docker Cluster мы просто помечаем определенными метками. И когда мы запускаем контейнеры, то какие-то микросервисы, которые требуют именно вот такого типа хранения, они ориентируются на эти метки. То есть мы вот именно на это подможество машин их разливаем. В чем-то похожую схему мы сделали для баз данных. То есть почему мы тоже это вынесли отдельно? В принципе, есть варианты, как это целиком на контейнерах сделать, но базы данных требуют определенных ресурсов. То есть они требовательны к их качеству. То есть это скорость сети, это скорость дисков, это объем памяти. То есть SSD, они, конечно, дешевеют, но они все еще достаточно дороги. Поэтому мы поднимаем отдельные кластеры, мы вводим правила именования баз данных, и каждый сервис просто знает, как найти свою базу вот в этом кластере. И, наверное, вот самый такой специфичный вопрос для именно микросервисов – это их обнаружение. То есть здесь ответ достаточно простой. Мы используем реестр. Каких-то мейнстрим новых решений, в общем-то, три. Честно скажу, мы использовали два. Это консул и TCD. И каждый из них достаточно стабилен, удобен в работе. Выбрали мы в итоге консул по одной простой причине. Он из коробки умеет работать с несколькими дата-центрами. Поскольку у нас их три, то для нас это важно. А так, в принципе, смотрите, какой вариант вам больше нравится. Например, тот же Kubernetes, который пилит Google, использует TCD. Собственно, буквально несколько слов о системе оркестрации. Это ярые представители, как взять ваш контейнер с приложением и вбросить в этот самый черный ящик. Как его потом поддерживать, балансировать и так далее. То, что выделено полужирным, это то, что мы используем сейчас. Очень простая система. Для разработчика это просто песня. То есть вы буквально одной командой nomad-dev запускаете у себя готовую штуку, на которой вы можете тренироваться. То есть для старта прям хорошо. Но вот почему мы с нее вот сейчас как бы съезжаем в сторону Kubernetes? Просто потому, что штука достаточно молодая и становится уже слишком простой. Мы просто вот этот уровень переросли. Вот если говорить о том же nomad-dev, то встает вопрос, как организовать роутинг. То есть у вас есть много сервисов, там каждый на своем айпишнике, каждый на своем порту, заранее это все неизвестно, а при этом это нужно как-то вот собирать в единую систему. То есть мы используем достаточно простую связку, простая, надежная, как молоток. Это вот Nginx и Console Template. То есть вот так вот это выглядит в сборе. Сейчас покажу немножко поподробнее. То есть мы обращаемся к консулу, говорим, дай нам список живых сервисов, выбираем какое-то их подмножество. Это вот в нашем случае это демо. И смотрим те сервисы, у которых есть такая заявка, что этому сервису нужен роутинг. Это мы смотрим по признаку URL-префикс. То есть если вот эти все условия выполнились, то мы просто вот генерируем список апстримов. Затем уже в разделе сервер мы эти апстримы просто подключаем на те роуты, которые заявлены. То есть это опять же вот та же самая магия. Вот видите, там в комментариях тег двоеточие. То есть вот так примерно выглядит метка для сервиса, который требует роутинг. Потом мы вот это вот URL-префикс-тире обрезаем. И вот все, что правее, это вот как раз тот роутинг, который хотел бы увидеть этот сервис. То есть вот примерно вот так это в результате начинает выглядеть. То есть это вот апстрим и использование этого апстрима. То есть просто надежно, не требует каких-то вот дополнительных вещей. Тем более, что тот же Nginx, его в принципе сейчас уже все умеют готовить и каких-то особых проблем нет. Ну и чтобы вот сильно не мучиться, то есть это дело выложено на Google Drive. Можно скачать, поиграться, посмотреть. Ну и в завершение это вот такой достаточно короткий чек-лист. То есть вот задайте себе вот эти вопросы. И если вы видите, что вы готовы на каждый из этих вопросов дать себе ответ, то почти наверняка вы как минимум к старту разработки через микросервисы готовы. Ну что ж, всем спасибо. Короткий чек-лист. То есть вот задайте себе вот эти вопросы. И если вы видите, что… Да, добрый день. Спасибо за доклад. Спасибо за доклад. Хотел узнать… Давайте я одену очки. Буквально. Окей. Хотел узнать, у вас на схеме с базами данных микросервисы были отдельно, база данных отдельно, и несколько микросервисов обращались к одной базе данных. Хотел бы узнать, этот доклад реально работает, потому что, насколько я знаю, обычно база данных впиливается внутрь микросервиса, и микросервис отдельно работает со своей базой данных и не имеет шарит стейта с другими микросервисами. Вы все правильно сказали, но нет, мы так не делаем. То есть это были машины, на которых установлены именно энджины. А в рамках этого энджина уже может быть там, ну грубо говоря, Монго, да? В ней 10 баз данных и 10 микросервисов каждый пользует свою. То есть они не шарят базы данных между собой. А, я понял. Это как раз противоречит вот всей схеме. А вот то, что мы запускаем Монго на конкретной машине, это потому что мы на этой конкретной машине нагнали там немеряно памяти, мы туда поставили SSD диски, и это просто вот работает с той скоростью, которая должно. А, ну я понял. То есть у вас демон, грубо говоря, Монго один, а логически базы разделены для каждого микросервиса своя. Я понял. Спасибо. Добрый день. Такой вопрос. Вот у вас, вы говорили про Circuit Breaker, паттерн, а в то же время вы говорите про Nginx. Так он технически же заменяет отказ. Ну, у вас балансировка и отказоустойчивость поддерживается на уровне Nginx. Правильно? Не совсем. То есть здесь мы говорим о именно роутинге. То есть у вас в AppStream уйдут те сервисы, которые живые. Но если вот мы там вспомним предыдущие схемы, то есть некая иерархия. То есть у вас там, грубо говоря, верхний пласт сервисов, он будет виден через Nginx, а остальные сервисы, вы к ним будете обращаться напрямую, взяв информацию о них из реестра. То есть вы пойдете в консул, вы скажете, мне нужен микросервис, который занимается вот этим, вам дадут на выходе список IP-шников и портов, там, грубо говоря, там пять инстансов, и вы потом уже через Circuit Breaker это дело для каждого сервиса уже обслуживаете. А почему не сделать это на Nginx? Он лучше с этим справляется, чем бегать просто в консул, который бесконечно будет такой нагруженный в итоге? Ну, во-первых, он не будет вот такой бесконечно нагруженный. То есть там буквально кеширование стейта на одну-две секунды, оно полностью решает все вопросы нагрузкой, и там буквально дикий поток, он держится легко. А во-вторых, это как бы дополнительный overhead. У вас тогда получится каждый раз, у вас весь трафик будет ходить через Nginx, и будет каждый раз делать вот эту вот петлю. То есть вы будете создавать тот overhead, который вы можете избежать при прямом обращении. У вас и так этих сервисов куча, у вас и так там дикий трафик, и еще вот его увеличивать в два раза через вот эту каждую петлю, это просто сильно избыточно. Такой вопрос еще, вот про клиентские библиотеки. Когда мы делаем микросервис, у нас получается, что есть сервер-сайт, ну, Endpoint, и есть какой-то клиентский код, который умеет к ним обращаться правильно. Ну, потому что обычно это не просто какой-то HTTP запрос, а что-то там десериализация, десериализация. Вот этот клиентский код вы храните вместе с серверным кодом или вы носите какой-то common, который там где надо подтягиваться? То есть отдельным проектом разработка идет? И как вообще у вас пакетирование вот этой части? Нет, смотрите, во-первых, мы вообще стараемся избегать каких-то common частей, просто потому что они как раз ведут к тому, что у вас сервис теряет независимость. То есть вы вынесли какую-то общую часть, потом у вас каждый сервис начинает на эту часть зависеть. Вы что-то под один сервис должны поменять, второй из-за этого вы должны будете гарантированно тоже изменить. То есть здесь мы поэтому идем, даже если у нас есть какая-то там часть, которая там условно общая, мы выделяем на нее соглашение, что вот это примерно должно быть вот так, и потом там буквально чуть ли не копипастом выносим это в каждый отдельный сервис и кладем это в вендор. И потом уже вот эту общую часть используем как вот вендорскую. Да, но тогда получается, что в случае изменения IPI, у вас IPI версионируется вообще? Да, несомненно. То вам нужно по всем проектам, которые обращаются к этому микросервису, пройти и опять сделать копипасту. Да, это вот обратная сторона вот этой медали, но здесь есть важный момент. То есть даже вот если вы выпускаете новую версию, то это по сути как новый сервис. То есть в какой-то момент у вас вполне возможно, что будет работать и версия 1, и версия 2. И те сервисы, которые работали на версии 1, они обязаны остаться именно рабочими. То есть вы должны обеспечить, что у вас вот деплой вашего вот этого сервиса, который на v2 уже переехал, не должен сломать все остальное. Поэтому вы в какой-то момент поддерживаете две версии, и потом постепенно распространяете эти изменения. Со временем у вас потребителей вот этой версии 1 вообще не останется, вы ее выключите, станет все хорошо. Понятно, спасибо. Еще такой вопрос. А стерилизация что используется? Ну я просто вот записывал, вот те части освещенные в докладе. Смотрите, в качестве рабочего формата мы используем JSON, и внутренние наши микросервисы, они работают через jrpc, который по сути тоже сводит это все к JSON. Окей, понятно. А еще вопрос про логику разбивки. Вы так кратко осветили, а можно подробнее? То есть вы просто смотрите, ну вот у нас есть на примере подготовка скриншотов. У нас есть кусок, который просто их готовит. И мы туда весь API засунем. Вот как-то так будет. Или логика другая. Нет, ну это примерно так. Так, единственное, здесь мы идем именно не от технической задачи, как таковой, хотя это тоже в принципе вариант. А мы стараемся идти именно от бизнес-задачи, чтобы у вас один юнит реализовал именно одну бизнес-задачу. То есть здесь бизнес-задача, там вот с теми же скриншотами, это показать картинки на таймлайне видеоредактора. И вот эту задачу мы реализуем уже через сервис. Если вдруг окажется, что вам нужно там эту картинку попутно там еще, я не знаю, ватермарк наложить, то скорее всего это будет в этом же сервисе. То есть здесь нужно именно понимать, что вот если вы будете именно чисто технические границы выставлять, то тогда вот у вас вот эта вот грануляция, она может достичь там каких-то космических высот. Да, но тогда вот в случае с этим же примером про скриншот возникает проблема с зависимостями через данные. Потому что данные у вас большие, это какое-то видео. И у вас, при том, что зависит от базы данных, вы убираете, у вас получается зависит через хранилище. Нет? Между микросервисами. Смотря на то, что здесь надо считать хранилищем. То есть, например, вот файловую систему, если вы не напрямую к ней обращаетесь, а там, например, через какой-нибудь там event-баз, и говорите, что вот этот сервис положил вот туда-то, там вот этот вот видеосегмент, а второй сервис вот эту информацию вычитал и пошел его использовать, то здесь вы как раз не делаете ту зависимость. То есть это у вас изначально тот shared ресурс, который для этого предназначен. И если вы вот с ним правильно именно вот изначально строите работу, то есть не напрямую между сервисами его гоняете, не там каким-то образом еще шарите, то, в общем-то, все нормально. Спасибо. Вы с монолитной системы переходили на микросервис или сразу на микросервисах стали разрабатывать? Смотрите, у нас есть и такой опыт, и такой. То есть, в общем-то, сама система, которая поддержала НТВ+, она изначально была монолитом. И постепенно какие-то части мы от нее отпочковываем и превращаем их в отдельные сервисы. Вот там, где вот мы видим, что это уже оправданно, мы к этому подошли. То есть, например, сервис, который обслуживает именно проверку платежей, он у нас уже полностью отпочкован. Или там сервис, который отвечает за геопроверку. Сервис, который контролирует одновременные просмотры. То есть это все мы постепенно пачкуем и систему разделяем. Но также есть опыт, когда мы полностью новую часть нашей системы сделали с нуля на микросервисах. И то есть в монолит вы встраиваете работу с сервисами, с микросервисами? Да, на самом деле здесь нет никакой проблемы. Здесь именно задача отделить от монолита именно тот кусок, который можно считать независимым. То есть если вы там какую-то часть отделили, а часть не отделили, то, в общем-то, это проблема. Если же вы выделили ту часть, которую вы полностью можете обособить, то все хорошо. Спасибо. Влад, спасибо большое за доклад. У меня есть парочка вопросиков. Наверное, список не такой будет длинный. Но все же, мне очень интересно, вы считали косты, поскольку вам сейчас обходится саппорт микросервисов и монолита? Или это так? У нас типа хипстерский проект, мы сейчас вам запилим. Нет, проект не хипстерский, он очень даже реальный. И здесь все смотря на то, что считать костами. То есть с точки зрения разработки мы выиграли достаточно много. То есть это, во-первых, разработка, которую мы смогли поделить, например, часть задач, которые у нас там эпизодические, которые не являются прямо ядром нашей системы, мы смогли при таком подходе отдавать на аутсорс. Это снизило наши затраты, это снизило те потребности в размере команды, которые у нас были, и которые команда постоянно то должна была уменьшаться, то увеличиваться, была неравномерная загрузка, вот какие-то там такие вот вещи. Вот они за счет вот этого достаточно так стабильно стали. Это действительно хорошо. Ну насколько цифры какие-нибудь есть? Или это так было? Мы отдадим на аутсорс, это все когда-нибудь, в ближайшем будущем. Вы говорите о том, сколько мы сэкономили в рублях? Ну если такая цифра есть, то было бы здорово. Ну это та цифра, которую я не могу озвучить, но она есть. То есть да, сэкономили. Сэкономили, да. Сложность саппорта системы. То есть теперь есть у вас хотя бы один человек в команде, который примерно представляет всю архитектуру этой системы, и который может сказать из 732 писем, какое конкретное письмо надо бы прочитать, чтобы понять, какой из микросервисов все-таки упал? Ну вот как раз вопрос в том, чтобы сделать, чтобы не было там 700 с чем-то писем, это с одной стороны. А с другой стороны, да, все равно есть человек, который видит систему в целом. И как бы, в общем-то, даже не один. И в принципе, как бы с точки зрения поддержки, тут все зависит от того, как вот к этому относиться. То есть на этапе внедрения было очень много каких-то вот вещей, которые были вот именно нетипичны, которые были новые, с которыми нужно было разбираться, информации по ним, в общем-то, немного. Но когда вот это более-менее стабилизировалось, это вот вошло в некий такой конвейерный режим, и это стало действительно проще. То есть с точки зрения там саппорта, запуска, поддержки, то есть там с точки зрения админа, там каждое приложение, грубо говоря, потеряло свое лицо. То есть они все стали вот однолекими такими. То есть это контейнер, у которого есть внешний порт, причем какой у него там внешний порт, контейнер знает сам. То есть у него есть метка, он сам про себя говорит в систему сбора метрик, и в общем-то это все достаточно прозрачно. То есть каждая часть вот этого всего сервиса, она стала иметь свое имя. То есть если раньше у вас в монолите что-то сломалось, и хрен его знает, что сломалось, то здесь мы четко видим, что вот из вот этого вот пайплайна обработки запроса у нас упал вот этот конкретный сервис, мы его видим. Мы быстрее локализуем проблему, мы быстрее можем ее исправить. То есть вы сравниваете монолит без мониторинга с системой с мониторингом и говорите, что монолит хуже? Нет, нет, нет. Как раз на монолит точно так же есть мониторинг, но здесь я говорю о том, что здесь мы видим, как у нас запрос проходит между сервисами, мы видим это наглядно. В то время как в монолите у вас вот где-то вот в его кишках что-то развалилось. То есть это уже не отдельная его часть, которая не обработала и которая вам вернула статус там 500 условно, да? А это именно вот где-то там в межпроцессорных взаимодействиях у вас где-то что-то не срослось. Здесь же у вас по цепочке начнут падать все сервисы, которые пытались обратиться к сервису, который сбойнул. И соответственно 732 письма вперед. Нет, вот здесь как раз у вас задача в том, чтобы вот именно тот сервис, который у вас стартанул, он как раз сказал, что это вот я именно упал, именно вот дальше на сервисе они его отстрелили и либо просто сказали, да, мы не можем обслужить, но не можем обслужить уже не по нашей причине. И вот на этом вы должны уже как бы ориентироваться. Окей, спасибо большое. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. А какой у вас time to market? Вот, допустим, разработчики закоммитили в репозитории код. А вот насколько скоро он окажется в продакшене? В идеале он окажется в продакшене на следующий день. То есть это счет continuous integration. А как успевают пройти тесты? Есть у вас ручное тестирование? Да, у нас есть ручное тестирование, но, во-первых, оно не на все. Во-вторых, мы стараемся увеличить количество автотестов. Мы держим определенные метрики и руками мы прогоняем не все. Поэтому если мы видим, что какой-то сервис у нас возможно полностью закрыть автотестами, то есть там, грубо говоря, это полностью такая железяка, которая там скриншот нарезает, то посадить тестера, чтобы он глазами все это смотрел, это нафиг никому не упало. И такой вопрос. А вот используете ли вы сплит-тестирование? То есть когда у вас код из репозитория с минимальными тестами попадает в продакшен на какие-то ноды и сравнивается предыдущая версия с текущей. То есть есть ли мониторинг, метрики, ну и так далее. Скорее у нас называется хрена-хрена ков-продакшен. Тем не менее есть, да? Это контролируемый процесс? Это тот процесс, который мы периодически, когда мы в каком-то функционале не уверены, мы запускаем его на каком-то вот сегменте наших пользователей и именно вот эту вот часть мониторим вдвойне. То есть да, мы это догоняем до продакшена, но мы это не распространяем на всех пользователей, чтобы все коллективно не отгребли. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Вопрос про высокую доступность микросервиса, которые распределены на разных хостах, ну как бы горизонтально масштабированные, но могут иметь в данный момент только один IP-адрес. То есть должен работать только один микросервис. То есть как это Keep Alive, Heartbeat, только применительно к докерам. Честно скажу, что вот как раз если мы говорим о микросервисной архитектуре, у вас вдруг получается, что там из 10 нот должна быть только одна, то тут скорее вам нужно подумать, как все-таки этой ситуации избежать. То есть у вас, вот если вы помните, я говорил про Circuit Breaker, то вот как раз это та вещь, от которой вы в принципе должны идти. То есть у вас каждый из сервисов должен быть равнозначным. А то, как понять, кто вот из этих вот там пяти инстанцев должен сейчас обработать, тут скорее вам должны помогать другой инструментарий. Там вы должны это класть в очередь, и кто первый из очереди взял, тот и молодец, тот и отработает. Или там еще каким-то образом. То есть поднимать сервис блокировок, когда у вас там через тот же Redis, вы через там SetNX говорите, что я взял, больше никому не трогать. То есть да, у нас есть сервисы, которые там должны в одном лице исполнять какую-то задачу. Ну там, грубо говоря, отправить задачу на запись программы. Но вот мы решаем это именно через блокировки. То есть у нас есть отдельный инстанц, который является менеджером этих блокировок, и через это мы разруливаем. А так потенциально все равно все ноды равнозначны. То есть эти блокировки реализованы вашим кодом, но не каким-то сторонним софтом. Ну смотря что это сторонним софтом. Redis сторонний софт? Нет. Ну, значит, нет. А ZooKeeper пробовали? Нет, ZooKeeper мы не пробовали. И вот честно скажу, что вот на него посмотрели, решили, блин, да чертов, монстр какой-то. И успокоились. Это да. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Ну, возник такой вопрос. Вы сказали... А говорите, пожалуйста, микрофон. Не, он включен, включен, просто поближе. Да, да, работает. Такой вопрос. Вы сказали, что у микросервисов есть какой-то внешний API. И я так понимаю, что есть какое-то внутреннее взаимодействие между сервисами. Отсюда возникает первый вопрос. Как-то у вас поддерживаются контракты между межсервисным взаимодействием и что является средой обмена данными? Смотрите, контракты мы, собственно, достаточно легко и прозрачно поддержим. То есть давайте я попытаюсь промотать на слайд, где... Ой, блин, это будет долго. Самое начало. Так, мотаем, 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 мотаем. Уже почти, почти, почти. О, вот, 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 вот. Вот, смотрите, видите, вот самые левые четыре сервиса, это вот там API. То есть это вот те сервисы, которые, собственно, выходят во внешний мир. Это вот те сервисы, которые вот просто на JSON API обслуживают. Это как бы с одной стороны. А все внутренние сервисы, они работают у нас через gRPC. gRPC это, в принципе, тот протокол, который обязывает вас описать этот протокол. Поэтому у нас каждый сервис, он говорит, что я реализую вот gRPC протокол вот такой, версии вот такой. И тот сервис, который это хочет использовать, он просто говорит, окей, я тогда вот по этому протоколу к тебе обращусь. Такой вопрос. А как у вас тогда происходит связка, допустим, контента, ну, связка, результаты работы сервисов с формированием, например, конечной страницы для отдачи его в качестве контента в браузере? Ну, положим, страницы мы вообще не формируем, мы выплевываем именно JSON, а этот JSON уже потом на клиенте превращается в HTML. Но это, по сути, какие-то закрытые части страницы, я так понимаю. Вот, а так как бы здесь, в общем-то, механика, она общая для всех. То есть, если у вас какой-то сервис для того, чтобы построить ответ, должен обратиться к нескольким сервисам, то да, он точно так же через gRPC к ним ко всем асинхронно отправит запросы в параллель. На каждый из них он выставит свой тайм-аут и скажет, что если мне вот там два ответили, а третий не ответил, то в зависимости от ценности этого ответа, он может вообще без него ответить, сказать, не успел, до свидания, твои проблемы. То есть, по сути, вы сами писали некоторые прослойки на доллары для между браузерами и сервисами, правильно понимаю? Ну, в какой-то степени можно и так сказать. Никаких сторонних решений вы не использовали? Нет. Привет, быстрый вопрос. Ты говорил вначале о том, что такая архитектура позволяет в том числе использовать какие-нибудь преимущества тех или иных языков или архитектур, фреймворков в отдельных микросервисах. У вас есть такие? Ну, в принципе, да. То есть, у нас есть сервисы, которые работают на Node.js, у нас есть сервисы, которые работают на Go, у нас есть сервисы, которые там базируются на MySQL, которые базируются на MongoDB, у нас есть общение с векторными базами, и все это, в общем-то, вот в рамках Polyglot Persistence. Большой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу целостности данных, как вы ее поддерживаете? У вас же разные базы данных, внешние ключи, бывают ли проблемы? Во-первых, да. Это тот момент, который является определенной сложностью во всем этом. Я на слайдах немножко это упоминал. И здесь мы вот эту всю штуку делим на какие-то два основных вопроса. То есть, если у нас какие-то данные, они критично важны в своей целостности, то вот здесь вот есть такой квадратик, называется транзактор. То есть, это та штука, которая как раз помогает нам реализовать распределенные транзакции. То есть, мы делаем некое подобие двухфазного коммита. То есть, мы кладем часть данных, на эту часть данных кладем метку версионности, и вот эту метку мы распространяем по всем частям. И дальше в какой-то момент мы используем паттер eventual consistency, который нам как раз показывает, что в итоге у нас все собралось или не собралось. Если на каком-то этапе у нас все развалилось, то мы как раз в шину сборки вбрасываем, что вот эта как раз версия данных у нас не прошла, и нужно сделать вот такое-то действие. Проблемы здесь скорее идут от каких-то вот именно багов реализации, чем вот от общей схемы. И по поводу тестирования, а интеграционные тесты, да, я так поняла? И у вас интерфейсные тесты? Интерфейсные тесты, они у нас как бы идут за рамками микросервисов, поэтому это скорее немножко про другое. То есть, у нас как бы многое базируется на single-page application, поэтому там как бы… А как часто гоняете интеграционные тесты? Вот именно интеграционные тесты мы запускаем при деплое определенного класса сервисов. То есть, если мы деплоим там что-то, касаемое именно платежей, то там запускается именно цикл проверки вот всего целиком, потому что это супер критично важно. Если же мы стартуем какой-то вот сервис, который там где-то в недрах, и мы его автотестами просто прогнали, то мы считаем его независимым, он должен работать сам себе. А сами тесты, они как хранятся? Рядом с сервисами? Рядом, да? То есть, в том же репозитории? Да, в том же репозитории. Если это интеграционные тесты, у них там прям директория интеграционных тестов, и там вот мы как раз эмулируем клиентское обращение. И каждый микросервис в своем репозитории отдельно? Да. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня тоже один вопрос по тестированию есть. Допустим, у нас какой-то вот сервис в вашем случае, например, контент аппе, зависит от контент-менеджера. То при написании тестов на контент-аппе вы какие-то заглушки просто для контент-менеджера делаете? Или его тоже нужно запускать? Нет, 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 нет. То есть, если мы говорим о тестировании, то каждый сервис мы стараемся тестировать независимо. То есть, единственное, где мы внешние зависимости оставляем, это завязки на базе данных. То есть, иначе это… Нет, но у вас же все равно есть кейсы, когда один сервис использует другой сервис. Да, несомненно. Это заглушки. Тогда заглушка, да? Окей. И второй вопрос. Используете ли вы какой-нибудь механизм для трассировки запроса от входящего, ну и понять вообще, как он расползся дальше по системе? Да, несомненно. А что, свое что-то или… Нет, нет, нет. Мы пробовали, начинали с AppDash. В общем-то, достаточно сыроватая штука. И дальше, следующим этапом развития – это Zipkin. Это тоже ядреный монстр, но это единственное вменяемое решение в этом вопросе. То есть, вы остановитесь на нем, да? Используете его. Да. Все, спасибо. Короткий чек-лист. То есть, вот задайте себе вот эти… Добавил с ними. А сейчас прогноз. Я всё же, посмотрю. Я вам покажу. И я вам покажу. И я вам покажу. Подписывайтесь, я вам покажу.